Художественная гимнастика, без всяких сомнений, один из самых красивых видов спорта. Понаблюдать за работой спортсменок на ковре одно удовольствие. Выполнение комбинаций из гимнастических и танцевальных упражнений под музыку с предметами. Будто лента, мяч, обруч, скакалка или булавы. Тонкая передача эмоций плюс артистизм. Все это в совокупности кажется немыслимым простому обывателю. Однако участницам традиционных соревнований «Новогодняя сказка» разные техники даются легко. За очевидной легкостью годы работы над собой. Усилие, терпение, желание повышать планку и ставить новые личные рекорды. Победительница прошлогодних соревнований Дарья Ефимук занимается гимнастикой порядка 7 лет. Девочка сегодня активно участвует в конкурсах разного масштаба. Не упускает возможности почерпнуть что-то новое, подкорректировать свое мастерство. Хочу выполнить мастера спорта, хочу добиться этого и занимать первые места на соревнованиях. В будущем кем ты себе видишь? Ну, возможно, тренером. Таких талантливых, ярких и неординарных участниц на «Новогодней сказке-2016» было немало. Каждая гимнастка индивидуальна. Выступления самые разные по характеру и технике. Определить, кто достоин звания лучшей, для судей было не так просто. Уровень изменился в лучшую сторону. Дети стали намного сильнее, намного лучше. И я этим очень сильно довольна, потому что мы очень много трудились на протяжении вот этих полгода. На сегодняшний день художественная гимнастика в отделении Динамовской школы идет семимильными шагами. То есть очень много в этом году, очень много юных спортсменок пришло на отделение детской спортивной школы. Очень много родителей желают приводить своих детей. Надеемся, что это будет постоянно. Интерес к данному виду спорта налицо. Сегодня в детско-юношеской школе Олимпийского резерва БФСО «Динамо» на отделении художественной гимнастики занимается более 120 человек под руководством шести профессиональных тренеров. Их результаты на конкурсах республиканского масштаба в нынешнем году – два золота и два серебра. Новогодняя сказка 2016 открыла новые имена. Подарила стимул тем, кто пока на пути к своей заветной цели, и тем, кто только мечтает освоить гимнастику. Родители с удовольствием приводят сюда детей. Особенно всплеск происходит, когда проходят Олимпийские игры. И тогда уже, посмотрев этот красивый вид спорта, родители ведут деток. София Бережная, Денис Величкевич, Антон Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ».